Название Комушка связано с обрядом кумления, который происходил на Троицу. Весь город сюда любил подниматься в лес, и вот на Троицу здесь было такое. А что это такое? Люди договаривались жить в мире на целый год. Старшее поколение помнит почти все праздники семейских, а вот подростки их практически не знают. Поэтому в школе номер 50 на Комушке, где, кстати, начали строить свои дома, первосемейские провели круглый стол сохранения культуры забайкальских старообрядцев в образовательном пространстве. Здесь, на территории новой школы после капремонта 50-е, мы собрали все образовательные учреждения, которые работают по направлению сохранения культуры и традиций забайкальских семейских. До начала круглого стола участникам показали поделки школьников и дошкольников, которые они делали, используя старинные методы старообрядцев. Учили их этому на уроках в обычных школах и детских садах. Вот кукла-ангелочек, тоже простая в использовании, видно, что ребенок сам делал. Так, вот такие куклы. Это, чтобы был хороший, вот сейчас их делают, чтобы был хороший урожай. Их набивают, потрогать, их набивают зерном, крупой, горохом. Здесь гречка. Да, но они разные бывают. Все эти куколки имеют разное значение. Так, например, эту можно использовать как оберег, а это поможет в хозяйстве. Посыл у каждой куколки свой. Вместе с воспитателями дети создавали и такие домики. Это макеты деревень, в которых раньше жили старообрядцы. Я сам родом из Бичуры, из сибирской деревни. И все это мне знакомо. И здесь вдруг такие мальчики, девочки, все это уже делают своими руками. Очень нравится, что одежда, обычаи, и все возрождается. И это из малого детства сразу приучает к труду. Такое возрождение традиции стало возможным благодаря работе комитета по образованию. Теперь дети на уроках в школе и занятиях в садах смогут еще глубже погрузиться в быт народа, который исторически населял Бурятию, и чья культура даже признана всемирным наследием ЮНЕСКО. Мария Латышева, Татьяна Усольцева, Алексей Ромашов. Новости дня.